По поводу, почему нас отпускает. Есть, вот я вот сказала, есть теория, потому что на генетическом уровне мы хотим воспроизводить дальше детей. А есть другой подход, мне безумно нравится. Безумно нравится, и с вами с радостью поделюсь. Смысл какой? Что когда она нас накрывает вот этим туманом любви, любви, секса, желания, страсти, для нас это состояние ненормальное. И оно мешает нашему выживанию. Это состояние вот как-то и геит нас, как ярость, как, не знаю, как гнев, как обида. Это очень сильное чувство любовь. Есть даже исследования о том, что сравнили, что любовь по действию, как кокаин. То есть мы находимся в состоянии одурманином. Почему розовые очки, почему там всякие разные сравнения. Вот, и для нас это состояние ненормальное. Если мы будем долго, как вид, как животное, находиться в состоянии вот этой одурманенности, это будет мешать нам выживать. Это будет мешать нашим другим действиям. Мы не можем долго находиться в состоянии ярости. Мы не можем долго находиться в состоянии гнева. Мы не можем долго обижаться. Оно все равно отпускает. именно потому, что мы генетически построены на выживание. И, соответственно, наши любые эмоции, любовь, страсть, всё, что хотите, оно всё равно попустит вниз, именно потому, что в состоянии высокого уровня эмоций мы не в состоянии выжить, а мы всё равно животные. Вот, поэтому всё на выживание.